Наша намерена в ближайшее время почти вдвое увеличить свою кадровую армию. В планах создать семь дивизий, а также укрепить границу. Новейшим является дивизион шесть. Поэтому наша армия, которая ранее состояла из трех дивизий, будет иметь шесть дивизий. И со временем, вероятно, будет резервная дивизия. Разные типы электронных устройств, которые должны облегчить охрану границы, и прежде всего эту акцию, остановившую атаку, которую Лукашенко, несомненно, организовал при поддержке Путина. Мы хотим четко сказать, что мы делаем все, что необходимо и чего достаточно, чтобы легко отразить любые провокации или агрессивные проекты, более опасные, чем предыдущие. После неудавшегося бунта в России Пригожина и часть наемников из ЧВК «Вагнер» переместили в Беларусь. 18 июля телеграм-канал «Белорусский Гаюн» сообщил, что минимум две тысячи вагнеровцев разместились в полевых лагерях и заброшенных в воинских частях. Позже белорусские расследователи заявили, что на территории страны зафиксировали 12 колонн российских наемников, а также не менее 700 единиц техники. Укрепляют границу с Беларусью и Украина. Решение Путина позволить Пригожину и его бойцам избежать наказания за восстание, переехав в Беларусь, побудило президента Украины Владимира Зеленского приказать военным и силам национальной безопасности укрепить оборону на севере. Из публикации издания «The Washington Post». К северным границам украинское командование направило дополнительные подразделения, а также противотанковые и зенитные комплексы. На киевском направлении в Чернобыльской зоне на этой неделе разрушено пять военных направлений, которые вели к государственной границе с Беларусью. Создано более 60 лесных завалов, которые заминированы. Выложено более 2,5 тысяч мин именно на этом направлении. Тренировки сил и средств проводятся регулярно. Стало известно, что ЧВК «Вагнер» активно ищет людей, готовых воевать против Литвы и Польши. Как стало известно Центру национального сопротивления, от подполья среди военнослужащих Вооруженных сил Республики Беларусь, которые проходят обучение под руководством инструкторов «Вагнера», одно из условий контракта – готовность к участию в боевых действиях на территории соседних Беларуси государств, в том числе Польши и Литвы, из сообщения Центра национального сопротивления. Соседи Беларуси не исключают полной изоляции республики. Пограничные страны НАТО и ЕС, такие как Польша, Литва и Латвия, «Мы будем действовать вместе. Не исключено, что если мы решим, что это подходящий ответ в данный конкретный момент, то мы доведем до полной изоляции Беларусь. Мы наблюдаем за этими людьми. Нам ясно, где они находятся и что собираются делать». Марьюш Каминский, министр внутренних дел и администрации Польши во время пресс-конференции. Каминский подчеркнул, союзники готовы к разным вариантам развития событий и не позволят зеленым человечкам нарушать границы. Юлия Грановская для телеканала Freedom.